но и Москва. Или мы будем сидеть, строить экономику, как нам некоторые наши начальники предлагают. Или же мы впервые в истории 20-го столетия мусульмане первые нападут по кафе, и первыми начнем это делать. Силу набирали ваххабиты, самыми известными вожаками которых были Шамиль Басаев, и Зелимхен Яндарбин. Он даже хотел войну между исламом, христианством даже завязать. Вот такие глубокие мусульки были в Яндарбине. А Басаев, Басаев действительно, уже он замбирен, он... Рамзан, который рядом с Шамильем Басаевым предположительно хочет создать в Халифатор Каспийского моря, за Черное море. Вот задача стать имамом. На другом фланге были противники выходить, полевые командиры братья Ямадан. Между первыми и вторыми метался новый президент Ичкерия, Аслан Масхадов, избранный на этот пост после гибели Дудаева. Там Сталин нахуй сидел. За каждым из них стояли вооруженные отряды. В Чечне постоянно стреляли, убивали и похищали людей. И приезжих, и своих. Несколько раз было похоже, что вот-вот начнется масштабная гражданская война. Я слишком далеко. И все эти силы в как бы независимой Чечне поддерживали из Москвы. Деньгами, оружием, советами. Где-то я подобный уже видел. Это звучит немыслимо. Но заместитель секретаря Совета Безопасности России Борис Березовский, то есть человек, отвечавший тогда за борьбу с экстремизмом, лично передавал террористам сумки с деньгами. Я же говорил, я тебе сейчас деньги показывал. Вот тоже принесли там по телевизору жару, что-то денег не было где. Принесли, вот так же приносят. Фактически денег было гораздо больше, чем 2 миллиона. Разные чеченские силы получили средства или напрямую из российского бюджета, или в виде выкупа за заложников, или от торговли нефтью. Нихуя! Как бы независимая Чечня вовсю торговала нефтью. Банан, спасибо за рейд. Спасибо большое. Я дал боевую в чате, который топит за чеченную. Надеюсь, не принимай уходим еще терроризмом, которые убивали у людей за факт того, что они в другой религии. Я не смогу... Но исходя из этого видоса, ну и опять же, ну никто не будет этого отрицать касаемо террористов и так далее, которые там, возможно, какие-то группировки эти были. Но и Россия тоже, да, спонсировала всякие разные непонятные, блядь, сомнительного качества группировки. И бензином на территории России. А деньги шли назад. Как бы, я не знаю, типа, если брать Чечню как что-то отдельно, неважно, под контролем она РФ будет или без контроля. Мне кажется, там стоят скуня на так или иначе дорогой муж на цель. Так-то с вами без предел. То есть это, наверное, неизбежно. Блядь, куст. Я не смогу нести вас. Смассирование вооруженных отрядов. Я не смогу нести вас. То есть нам всегда пусть неспокойно, всегда какая-то хуйня, на почве религии, в том числе. Это заглядание еще не... Сами вожди независимые Чечни, как будто не было войны, спокойно перемещались между нас, вой, и грознями. Я не смогу нести больше. Вот Аслан Насхадов в мае 97-го года в Кремле встречается с Ельцином. А вот министр госбезопасности Ячкирии Турпал Али Агири. Я не вижу целей. Во время войны захвативший сотни заложников в селе Первомайское. Я пока не могу применить. Находясь в розыске, летом 99-го года он приезжает в Москву. С оружием. Его арестовывают, но тут же освобождают. Представьте, что организатор нападения на Нью-Йорк 11-го сентября совершит тиран, приезжает в США. Его задерживают, но отпускают. Артель. В то время в Чечне активно работали российские спецслужбы. Они поддерживали контакты со многими полевыми командирами. Абсолютно нормально работали даже с теми, кто убивал российских военных. С одними работало ФСБ, с другими МВД, с дейтинг-кровом. У всех были свои любители. Впрочем, даже среди лечебников был половин. На Владе от Лангириев, которого в жизни все называли другим именем. Руслан. В Чечне так бывает часто. Вор, гангстер, человек, причастный к убийствам. Он вел настолько закрытую жизнь, что в российской прессе никогда не публиковалась его фотография. Максимум, фоторобот. Да и тот не его. Преступную деятельность Руслан начал еще совсем молодым. В 70-х он провел какое-то время по подростковой статье в Чернокозово. Это тюрьма на территории Чечни. Потом от Лангириев зачислился в московский вуз. Но и его в итоге бросил, чтобы стать уже профессиональным преступником. На паях с еще одним чеченцем Хош Ахмедом Нухаевым от Лангириев создал одну из самых влиятельных и жестоких московских банд образца 80-х и 90-х. Резня в ресторане Лабиринт на Новом Паркале. Я не могу применить это закликание. Я не вижу цель Лазарского республика вручальства. Ну и конечно Мавладий от Лангириев это тот тот человек, который очень многое сделал, чтобы привести к власти семью Кадыровых. Впервые в истории российских СМИ проект публикует уникальное изображение этого человека. Опачки ебать. А ну. на фоторобот чуть-чуть похож на старый. Там он более молодой. И все равно нихуя не видно. Лазанская группировка была тесно связана с российскими спецслужбами. Некоторые ее бойцы даже имели удостоверение ФСБ. Вероятно, агентом спецслужб был и третий известный лидер Лазански. Максим Лазонский. Был завербован и от Лангириев. По одной из версий спецслужбы установили с ним контакт еще в 80-х. По другой он попал на крючок, когда в 90-х его держали в аэропорту Внуково при попытке вылететь за границу с пистолетом в Пагаре. После отсеки он вернулся в Чечню и на освобождение ему авторитеты подарили двутверный невероний Паджеро и толстую золотую цель на шею. Он, кстати, был первый чеченец, который принял титул вора в законе. Ездил по горам с открытым акадалом и оттуда орали Джикси Кингс. Вся молодежь завидовала. Джикси Кингс? Я не знаю. Я не расслышал. В 99-м году за два года до конца Хасавюртовского перемирия спецслужбы начали искать кандидатов в пророссийские лидеры Чечни. Варианты отделения республики Кремль не рассматривал. Там малыло. Важную роль в поиске кандидатов играл Атлан Гири. У него были квартиры в Махачкале, это столица Дагестана, и на Тверской улице в Москве. Именно в этих двух квартирах проходили первые консультации с теми людьми, кто был готов возглавить Чеченскую республику. Тут уж мы получили срочные срочные обстановки в Дагестане. Отряды застаивая Катаба пересекли административную границу Дагестана и Чечни. Дагестана объявлен независимым исламским государством. В Москве на манежной площади в сотни метрах от земля произошел мощный взрыв. В городе Гуинакске было пятиэтажного дома, взорвалась адская машина. Они давно узнали, что там обезлили. Надо было их убивать. Их, куда ли? Брак или странный был. Здесь на Буряново герман, народ, это целый дом. Еще один ночной взрыв в Москве. Количество погибших в результате взрыва дома на Каширском шоссе сегодня достигло 121 человека. Страшно? Не страшно. Один из чеченских террористов Басаев сегодня объявил, что он никак не связан с этими взрывами в Москве и отрицает свое участие по словам Владимира Путина цитирую Койтартас. Тех, кто это сделал, трудно назвать людьми. Их даже трудно назвать зверями, я цитирую. А если назвать зверями, то бешеные. Если это звери, то бешеные. И поэтому ответ должен быть соответствующий. Он должен быть сверхжестким. После событий августа-сентября 1999 года российская армия получила повод забыть о Хасавюртовском перемирии и начать новую войну. Субтитры создавал DimaTorzok когда архив ФСБ будет открыт и мы узнаем больше о том, кто на самом деле спровоцировал поход на Дагестан и взорвал жилые дома в России. когда же они будут открыты то блядь. субтитры создавал DimaTorzok в России. шли на квартире главного чеченского гангстера уже совершенно открыто Чечне срочно нужен был пророссийский вождь. в качестве хозяина там был от унгиреев от ФСБ они были главными на этих собеседованиях угрюмов в то время замдиректора службы от Кремля Суга реально макс макс руков а в голове конечно стоял Путин и его секретарь Сичин кстати Сичин иногда лично на своей служебной машине возил чеченцев на встречу с Путиным в дом правительства в Москве сначала во время встреч на квартире от унгиреев в Махачкале ФСБ отсматривало наиболее влиятельные чеченские планы у которых были деньги ухили дооруженная поддержка угрюмов встречался с семьей бизнесменов Бажаевых и с братьями Ямадаевыми когда они отказались позвали Ахмата Кадырова с которым Атлан Гиреев был знаком с 90-х угрюмов терпеть не мог Кадырова но деваться было некуда в Чечне уже вовсю шли боевые действия к тому же переход Кадырова на сторону федерального центра выглядел перспективно с точки зрения пиара ведь главный муфтий был тем кто еще при Дудаеве объявил священную войну России удастся Владивосток захватим удастся Хабаров захватим Москву захватим мы будем воевать до конца и никто нас кроме Аллаха не остановит на этом пути с его переходом на сторону Кремля джухабу конец Ахмата привези в Москву там поселился в квартире от Луднирии в Тверской никто кроме Аллаха и в итоге Путин выходит такой в прямой эфир такой я Аллах и все остановиться я запрещаю оттуда его возили на встречу с Путиным Кадыров согласился Путин подарил ему коврик для молитв потом этим ковриком Ахмад особо гордился походу да я стал на путь спасения своего народа и я не сомневаюсь победа будет за нами пусть даже меня не станет я уже себя считаю победителем но переговоры это всегда торг одна из сторон должна что-то предложить другой чтобы заинтересовать ее что же предложил Квен вы будете удивлены ну-ка отдать под крышу крупный город предложили Новороссийск увидимся 5 миллионов долларов наличными немедленно как пожелаешь дорогой дом в Сочи до скорого отдать под крышу это значит разрешить беспрепятственно заниматься рэкетом в крупном российском городе то есть Кремль предлагал отдать часть своего суверенитета чтобы получить суверенитет над Чечней в итоге Кадыровым отдали под крышу гораздо больше чем город Новороссийск ну охуять конечно в июне 2000 года Ахмат Кадыров был назначен главой администрации Чечни это уникальная должность других чиновников с таким титулом в России не было теперь всю Россию ну учитывая ситуацию да мне кажется договор все еще действует но только уже не на один город а вот там в Москве например ничего так тоже да если что-то там это то конечно же чеченцы тут же подкатят формально Чечню и правил Путин потому что в республике на время войны ввели прямое президентское правление А Кадыров тем временем учился быть султаном ему действительно многое требовалось наверстать как и его сын Рамзан Ахмат Кадыров к 2000 году не имел образования кроме религиозного института и курсов комбайнеров за год ему сделали высшее экономическое образование а спустя два года еще и степень кандидата политических наук Охуенно Понятно какого качества были эти ученые звания но в политике он был действительно одарен он был такой хваткий цепкий ситрован таких еще называют Федеральная власть предпринимает самую серьезную попытку официально оформить новую жизнь Чечни под российским флагом проходят выборы президента республики Кадыров хоть и учился быстро к честным выборам был не готов и однозначным и однозначным лидером гонки он не был были не менее сильные кандидаты например свою кандидатуру на пост главы республики выдвинул известный бизнесмен Малик Сайдулаев мы всем показали Кремля Кремля я сказал ебать ебать наш слон сын неудач но но основная цель его отряда была в другом Рамзан помогал ССБ ловить в Чечне сторонников сепаратистов делалось это разными методами были и реальные террористы ликвидированные кадыровцами были и случайные люди которых убили ради галочки Рамзан назначил награду в 3-5 тысяч долларов для тех, кто принесет ему две вещи Отрубленную голову боевика и его паспорт Других доказательств не требовалось Люди начали просто убивать своих врагов, резать им головы и выдавать за боевиков Так или иначе, Рамзан оказался у спецслужб на хорошем счету Когда в начале нулевых он приезжал в Москву, то даже ухаживал за дочкой одного из заместителей директора ФСБ Нихуя! Его отец за первые полгода своего правления, напротив, натерпелся от московских начальников Я сегодня не знаю, какими полномочиями я обладаю, какими полномочиями обладает представитель Казанца у меня И какими полномочиями наделен комендант Республики Весной четвертого года он вернулся из Москвы, взвинченный такой Говорит, все, в Кремль больше не поеду Общение действительно складывалось непросто Чечня постоянно требовала выручку от продажи местной нефти А Москва отказывалась идти на это У меня охрана 60 человек, конечно, все оформлены у нас в милиции Достаточно? Я бы предпочел бы 600 Сколько? Или 6 тысяч А может тебе одну армию, да? Ну да, может 600 Можем остановиться на количестве чеченцев, живущих на территории России А если все, то хорошо Стадион «Динамо» Грозный Опа Ебать это что? Это что такое? Сегодня в Грозном совершен теракт В 10.35 по московскому времени на стадионе «Динамо», Где проходил парад в честь Дня Победы, прогремел взрыв Президент Чечни Ахмат Кадыров погиб Вот этого я не знал Хрена себе, блять Те